Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы тестируем вот такой вот тональный крем. Это у нас бренд, который называется Max Factor. Сам тональный продукт называется Lasting Performance. У меня оттенок 101, который называется Ivory Beige. Я свой продукт покупала на сайте Ева, когда была акция. И вот этот вот чудненький тюбичек мне вышел примерно 130 гривен. Объем вот этой вот упаковочки 35 грамм. Это больше, чем стандартная обычная упаковка. Кстати, сам тюбик у нас идет из пластика, но пластик не тонкий. Он довольно-таки плотный, тверденький, качественный. Как бы в плане упаковки ничего такого сверхъестественного. Ну и ничего плохого сказать не могу. В принципе, нормальная стандартная упаковка. Внутри продукт выглядит вот таким вот образом. У нас вот такая вот крышечка. Давайте, наверное, взглянем на текстуру этого продукта. Я знаю одно, что везде называют этот продукт тональная основа. Но для меня это тональный крем. Потому что текстурка у нас такая плотненькая, густая и кремовая. А все, что кремовое, для меня это тональные крема. В общем, внутри продукт выглядит вот таким вот образом. Сейчас более подробно рассмотрим на наш оттеночек. Смотрите. Вот так вот выглядит цвет. Ну, вы знаете, это такой какой-то универсальный, нейтральный оттенок. Он и не чересчур светлый, и не темный, и не розовый, и не желтый. Что-то такое бежево-серое. Я бы, ну, вот как-то так назвала. По поводу запаха. Наконец-то я начинаю ощущать ароматы, начинаю ощущать вкусы. И уже могу сказать, чем пахнет этот продукт. Ну, вы знаете, запах не слишком резкий, не приторный. Возможно, я просто ощущаю его, знаете, более таким слабоватым. Но прекрасно чувствую, что запах как у стандартного тонального крема. То есть немножечко химозный запах. Немножечко чувствуется, знаете, нотка спирта. Не знаю, есть ли спирт в составе, но я думаю, что есть. Потому что на запах, ну, очень отчетливо его слышно. Но, в принципе, аромат не слишком резкий. Я думаю, в носке я его ощущать не должна, по идее. Предлагаю зачитать небольшое описание к нашему продукту. Страна производства Ирландия. Покрытие среднее. Предназначение для выравнивания тона лица. Без SPF фактора. Текстура кремообразная. Классификация масс-маркет. Вид тональная основа. Но, опять же, для меня это тональный крем. Здесь крупно выделено преимущество продукта. Итак, пишут. Не содержит ароматизаторов и идеально подходит для любого типа кожи. В том числе для чувствительной и для проблемной. Обеспечивает комфорт. Не создает жирной пленки после нанесения. Регулирует выработку сибума. Предотвращает образование пробок в порах. Придает лицу естественное сияние и здоровый оттенок. Не пачкает одежду при случайном касании. Ну, бред. Если честно, любой тональный крем при касании будет пачкать одежду. Просто есть, знаете, варианты сильно пачкает или слабо пачкает. Ну, как бы всегда остаются следы на одежде. В любом случае, какой бы стойкий тональный крем у вас не был. Конечно же, перед использованием мы наш тональный крем встряхиваем. Это прям обязательный пунктик. Наносить буду увлажненным спонжем и вот такой вот кистью кабуки от Luxe Visage. Я свою кожу никаким особенным образом не подготавливала. Просто очистила свое лицо. Нанесла немножко дневного увлажняющего крема. И, в принципе, все. На моем лице много есть сейчас высыпаний. Сейчас видно период какой-то такой. Совпала у меня сыпь на лице. Плюс мое заболевание коронавирусом. Может быть, как-то это все связано. В общем, не знаю, антибиотики по-прежнему пью. Надеюсь, что с лицом моим все нормализуется. В общем, наверное, на нашу правую сторону я буду наносить при помощи спонжа. А уже, естественно, на левую кистью. Я практически закончила распределение. Я буду распределять нашу правую сторону. По поводу перекрытия. Мелкие недостатки перекрывают, в принципе, хорошо. Но вот здесь, где у меня довольно-таки темные, большие прыщики, их, конечно, заметно. Но все равно эту красноту он немножко прячет. Но бугорочки, конечно же, будет видно в любом случае. В целом оттенок визуально выровнен. Мелкие недостатки замаскированы. Краснота на моих щеках тоже замаскирована. И это уже довольно-таки хорошо. На коже нет эффекта маски. То есть этот тональный крем лежит довольно-таки естественно, натурально и симпатично. Переходим теперь на нашу левую сторону. Сюда я буду наносить чуть поменьше, потому что буду наносить кистью. Кистью всегда покрытие более плотное. Если что, лучше потом добавим. Кистью всегда покрытие более плотное. Я закончила распределять наш тональный крем. И вот так вот все смотрится. Вы знаете, покрытие есть. Оно не слишком плотное. Оно, ну я бы сказала, приближенное к среднему. Если наслоить, то среднее точно можно получить. Но однозначно не плотное. Мне нравится, что тональный крем на коже незаметно. Он смотрится довольно-таки натурально и очень естественно. По поводу финиша еще судить рано. Я думаю, нужно подождать хотя бы 10-15 минут, чтобы тональный крем полностью впитался и уселся. А затем я вернусь к вам и мы посмотрим, будет у нас более матовое покрытие или все-таки что-то приближенное к сатиновому. В общем, пока не переключаемся. Ждем 10 минут. Затем будем смотреть на мою кожу вблизи. Уже прошло 15 минут с момента нанесения тонального крема. И вот такой вот финиш у нас получается. Вы знаете, на ощупь этот тональный крем немножечко липнет, но совсем-совсем минимально. Практически липкости я не чувствую. Финиш. Финиш у нас приближенный к матовому, но не на глухоматовый. То есть, если вот так вот повертеть, есть небольшое естественное сияние. В принципе, мне такой финиш нравится. Довольно натурально и естественно смотрится. Предлагаю теперь чуть ближе рассмотреть мою кожу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляю наш тональный крем дополнительно зафиксировать пудрой. Я выбрала вот такую финишную пудру от Глэмби. У меня в оттеночке 0,5. Очень классная, хорошая пудра. Ее на коже не заметно. Она хорошо матирует, плюс продлевает стойкость тональных средств. В общем, хорошая пудрочка. Набираю пушистой синтетической кистью. Набирается она не слишком много. То есть, ее встряхивать не обязательно. Но я, в принципе, всегда так делаю. Так что встряхиваем и прикладывающими движениями наносим. Пудра я закончила. Сейчас я пойду доделаю свой макияж и буду дальше ходить тестировать наш тональный крем. Я рассчитываю где-то часа через 2-3, возможно, даже через 4 часа сделать дополнительное включение. Показать результат за это небольшое, но очень важное время. А вы, пожалуйста, не переключайтесь. Усаживайтесь поудобнее. Буквально через пару секунд вы все это увидите. Уже прошло 4 часа с момента нанесения тонального крема. И вот такой вот результат вы можете видеть. Уже, конечно, начала сиять моя кожа. Особенно лоб. Вот здесь вот под глазками, на носу, на подбородке. Прям такой небольшой, но жирный блеск уже, конечно, есть. Могу с уверенностью сказать, что тональный крем по-прежнему хорошо держится на всех участках моей кожи. Единственное, что я заметила. Помимо того, что уже немножечко блестит кожа, этот тональный крем немножко позабивался вот здесь вот на крыльях носа в складочки. Немножечко подчеркнул мимические морщинки. И вот здесь вот на подбородке сильнее стало подчеркнуты мои расширенные поры. Знаете, как будто туда тональный крем немножко попроваливался. В остальных местах вроде бы все по-прежнему смотрится довольно-таки неплохо. Даже я не вижу таких участков, чтобы тональный крем где-то прям вытерся. Проплешин нету, все в целом довольно-таки хорошо. Но на секундочку, я эти 4 часа провела дома. Я занималась своими домашними делами. В принципе, ничего такого сложного не делала. Сильно не потела. На улицу не выходила. Маску, соответственно, не одевала. Поэтому, в принципе, тональный крем выглядит довольно-таки достойно. Если бы я выходила где-то за покупками, естественно, одевала бы маску, чтобы никого не заразить. И, возможно, вот здесь были бы проплешинки. Но сегодня мне никуда ходить не надо. Поэтому пока что тональный крем смотрится прям очень достойно. Еще что хотела сказать. У меня по-прежнему есть тональный крем вот здесь вот на руке. И просто так под водичкой он не смывается. То есть, этот продукт просто воду отталкивает и по-прежнему остается на коже. Соответственно, если попасть под мелкий какой-то дождик или мокрый снежок, то тональный крем должен держаться на коже без каких-то потеков. Это, в принципе, радует. Я думаю, пришло время промакивать лицо матирующими салфетками. У меня вот такие от бренда Детокс. Классные салфеточки. Они очень бюджетные. Они у меня уже очень давно. И, как вы видите, они все еще есть. Не могу сказать, сколько их тут осталось. Но штук 15, думаю, точно еще есть. Их хватает реально на очень длительное время. Прям классные салфетки. Прям классные салфетки. На самом деле, жирного блеска оказалось совсем немного, поскольку у меня ушло всего лишь 2 салфеточки. Это прям очень достойный результат за 4 часа. В общем, давайте вблизи посмотрим теперь на мою кожу. Салфетки. 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 Я надеюсь, что вам вблизи все было подробно заметно. За эти 4 часа тональный крем носился замечательно. Дискомфортных ощущений не возникло никаких абсолютно. В плане ношения этот тональный крем очень удобный, комфортный. Я на коже его вообще никак не ощущаю. Иногда даже забываю, что я накрашена. Каких-то грубых недостатков за 4 часа я пока не вижу. В целом носится тональный крем очень даже достойно, как за свою бюджетную цену. Не знаю, конечно, что будет к концу дня. Я вообще рассчитываю проходить хотя бы где-то часов 7-8 с этим продуктом. Ну, а там, конечно, как получится. Во всяком случае, я побегу дальше тестировать наш тональный крем. Встретимся уже вечером с конечным, надеюсь, интересным результатом. Но для вас это будет буквально пару секунд. Уже прошло 9 часов с момента нанесения нашего тонального крема. Вот такой вот результат на моем лице вы можете видеть. Уже, конечно, довольно сильно сияет моя кожа. Немножко такой жирновато-зеркальный эффект. Но в целом, честно говоря, я думала, что за 9 часов будет намного хуже. За это время я дополнительно ни пудра, ни салфетками не пользовалась. Единственный раз за сегодня я промакивала свое лицо, это когда прошло 4 часа с момента нанесения. Но, в принципе, визуально все более-менее. Давайте, наверное, уберем жирный блеск, а затем уже я вблизи вам покажу свою кожу. В салфетке будем использовать точно те же, что и днем. На уборку жирного блеска у меня ушло всего лишь 2 салфетки. Это говорит о том, что жирного блеска, в принципе, было не так уж много. Это, в принципе, радует. Это значит, что этот тональный крем более-менее хорошо контролирует выработку кожного сала. Итак, что я вижу? Ну, визуально оттенок тонального крема вроде бы не окислился и не поменялся. Вроде бы в плане цвета все хорошо. Немножечко вытерся кончик носа, немножко подбородок в районе верхней губы. На щеках, там, где высыпание, ну, в принципе, там тональный крем по-прежнему есть. Я вижу, он маскирует мои красные прыщики. В целом, в плане стойкости довольно-таки неплохо все. Но, есть одно но. Я недавно готовила ужин, резала лук. И лук был настолько такой, знаете, ядреный, что у меня даже потекли слезы. И вот здесь вот даже видно следы и потеки от моих слез. И что мне это говорит? Это говорит о том, что в целом тональный крем держится на лице. Но, мне кажется, вот эти вот потеки, это, наверное, из-за слоя пудры. Потому что тональный крем, он там все еще есть. Но, конечно же, пудра, любые вот такие сухие текстурки, они же не водостойкие. Поэтому пудра точно уплывет. Но тональный крем, я думаю, будет держаться на вашей коже, несмотря ни на что. Ладно, давайте вблизи теперь посмотрим на мою кожу. Продолжение следует... Давайте теперь более подробно обсудим наш тональный крем. В целом, у меня впечатление осталось довольно-таки положительным. За 9 часов на жирной коже вот такой вот результат. Это очень даже классно. Жирный блеск проступает, но не так быстро. И он не такой критичный. В целом, можно ходить, не убирая жирный блеск. Если вас это не сильно раздражает, то в целом 9 часов можно ходить и не убирая жирный блеск. Но все же, у этого продукта тоже есть некоторые недостатки. Первый недостаток это оттенки. Выбрать прям идеально классный, идеально прям супер совпадающий с вашим потоном довольно-таки сложно. Оттенки плюс-минус как-то немножечко уходят в розовиночку, некоторые больше в желтиночку. Вот этот вот 101 оттенок Ivory Beige вроде бы мне подходит нормально, но все равно, если смотреть при дневном освещении, он для меня немножко, как бы вам это сказать, чересчур розовенький. В целом, вот так вот при искусственном освещении смотреть вроде бы хорошо, но на дневном освещении все-таки видна граница моего естественного оттенка и оттенка тонального крема. Еще могу сказать, что этот тональный крем отпечатывается. В принципе, на одежде, на телефоне, на ладошке, если хорошенечко прижать руку к щеке, то все равно немножко тональный крем отпечатывается. Но в целом, проплешин после этого не остается. Он более-менее все-таки по стойкости неплохо себя проявил. У него есть какая-то, знаете, самофиксация на коже, поэтому в целом советовать его могу. В плане ношения комфортен, никаких недостатков в плане там чесания, покалывания, пощипывания, чувства стянутости, ничего такого нет. Все очень-очень даже на достойном уровне. Единственное, что мне не сильно нравится, то, что к концу дня немножечко, знаете, присутствует какая-то такая не то чтобы стянутость, но смотрится на кожу как будто немножко подсушена. Но в целом не критично. Если использовать для комбинированной, для жирной, нормальной кожи, то этот продукт вам хорошо подойдет. Для сухой кожи категорически не советую, потому что будет смотреться какой-то такой сухой маской на лице. Даже увлажняющий крем, я думаю, вам не поможет. А если у вас сухая кожа, то вот этот вот продукт однозначно не для вас. Мне понравился этот продукт в плане ношения. Он удобный, комфортный, все хорошо. Мне нравится то, как он смотрится на коже. В целом на моей коже, на моей жирной коже он смотрится довольно натурально. Его в порах, в каких-то вот, ну, на коже его незаметно. То есть он ложится вроде бы и плотным слоем, но в то же время смотрится очень легко на коже. Перекрывает недостатки хорошо. По крайней мере, мелкие прыщики, покраснения, веснушки, черные точки. Это все будет спрятано. Если у вас какая-то пигментация, то этот тональный крем вам поможет это все замаскировать. В целом, каких-то грубых недостатков у этого продукта я не нашла. Носится нормально, ощущается хорошо, все в целом в порядке. Как у обычного хорошего тонального крема. Есть там какое-то, да, свойство отпечатываться, вытираться, смазываться. Но оно минимально. А в целом за свою цену, я думаю, этот продукт достоин своих денег. Ничего плохого о нем сказать не могу. То, что SPF фактора нету, в принципе, это не критично. Но SPF фактор всегда можно нанести. Есть крема с SPF фактором, есть пудры с SPF фактором. То есть, если вам нужна вот эта SPF защита, можно просто пользоваться каким-то другим средством дополнительно. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо большое, что были со мной и смотрели это видео. Если оно вам хоть немножечко, но все-таки было интересным и полезным, то обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. До скорой встречи!